ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ 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 Там, мне кажется, больше эмоций. На протяжении всего матча было какое-то неадекватное отношение, состояние. Поэтому, когда тренер принимает такое решение, я просто не могу связать. Был пенальти, не был пенальти. Судья решает на поле. Это футбол. Было удаление, не было удаления. Это опять же футбол решает судья. Поэтому вмешиваться тренеру в эти моменты футбольные, уводить в команду, я думаю, что это просто неправильно. Я считаю, что мы достаточно хорошо ему наказали. 3-0 это самый нормальный результат, чтобы он разбирался не только в футбольных ошибках, но и в состоянии своей команды. Сегодня не были включены в заявку на матч Антон Путило и Александр Салугин. Как у них постоят дела, когда они вернутся в общую группу? У Салугина еще швы. Он тренируется, бегает, занимается по отдельной программе. Когда швы снимут, это уже доктора должны решать, приступят к работе в общей группе. По Путило, здесь достаточно такой момент тяжелый, он приехал на сбор с травмой. Сначала думали, что это серьезное, сделали снимок, ничего не оказалось. Были болевые ощущения. Доктора провели медицинское обследование, делали ему уколы. Думаю, что завтра или, может быть, после завтра приступят уже к тренировкам. Но не могу сказать, насколько нам будет помощник в играх с ССК и с Ольбергом. Тяжело сказать. Это уже в большей степени будет зависеть от него. До матча с ССК еще несколько тренировочных дней. Как планируете их провести? В обычном режиме, как у нас запланировано. Завтра у нас двухразовое занятие после игры. Перед игрой будет одноразовое занятие. И матч с ССК. То есть мы нагрузок снижать не будем. Если турнир нет, мы не будем снижать нагрузок, а будем готовиться. У нас основной это чемпионат. Поэтому будет выполнена вся та программа, которую мы наметили. А игра эта уже идет отдельно. Особняк нам. Давай, давай. Продолжение следует...